Следующий участник нашей программы настоящий мошенник, волшебник Роман Халазян. Фокусом я занимаюсь с 13 лет и я уверен, что я смогу удивить наши звездные жюри, наших гостей и самое главное наших молодых. Я пришел на этот проект победить. Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые гости, молодожены. Филипп, Анна. Я как истинный армянин не мог прийти к вам без подарка. Это такая шкатулка, Филипп. Я положу ее прямо вот возле вас. Если вдруг во время моего номера я или кто-либо из зала, из команды постарается притронуться к этому сундуку, к этой шкатулке. Бейте по рукам. Бейте по столу и кричите «Не трожь!». Хорошо. Я надеюсь, понятно, да? Я все... Не трожь! Не трожь! Вот, а, вы бьете, вы кричите. Я кричу, да. Хорошо, договорились, давайте. И мне понадобится одна очень интересная вещь. Олег, можно ваши часы? Ой, сейчас еще будете встречать. Открывайте, закройте их. Давайте я вам помогу. Давайте, аккуратненько прямо. Как оно и так, кольцо. Вот, раз, два. Все, идеально. Ваши часы, верно? Мне также понадобится один человек, я уже вижу. Да, вы же чего киваете? Нет, конечно, да. Как вас зовут? Сергей. Сергей. Вставайте, выходите к нам. Аплодисменты Сергею. Интересно. Это, знаете, работа с залом. В этом что-то есть. Меня полностью. Это всегда создает атмосфера. Я не друг фокусник. Такое. Это стул для вас. Присаживайтесь. Момент соучастия в шоу. У меня есть также красный мешок, в который я уберу ваши часы, Олег. Все честно? Пока, да. И закрываю это все дело, чтобы никуда они не вылезли. Левую ручку перед собой выставьте, пожалуйста. Да, супер. Держите. Вот так за шнурок мешок. Класс. И важно, чтобы никто не прикасался к этому мешку. Договорились? Анна. Да. Я хочу, чтобы вы сейчас загадали любое время. Абсолютно какое хотите. Хорошо. 14.15. 14.15? Да. Окей. Анна. Давайте, если вы не против, мы все с вами сейчас сделаем одно общее селфи, на котором вы будете прям говорить 14.15. На селфи это не будет понятно, но все запомнят. Договорились? Есть. Говорите. 14.15. 14.15. Вот идеально. Узнаете себя на этой фотографии? Да. 14.15, да, сказали? Да, 14.15. Я вам расскажу одну интересную вещь. Если часы очень быстро раскрутить, на них стрелки могут поменяться, и если остановиться в нужный момент, то будет именно 14.15. Да ладно? Серьезно. Ага. Прикольно. Это ваши армянские штучки. Филип, я вас уверяю. Получится. Давайте, готовы? И-и-и-и. Боже мой. Испугался, бедный Сергей Владимирович. Присаживайтесь на свое место. Спасибо, я продолжу сам. Спасибо. Спасибо. Это не ваша вина, это моя вина, что я вас выбрал. Все, все. Вот так армяне тебя и подставили. Так вы видели, с каким энтузиазмом он это сделал? Он прям... А уже все равно, Филипп. На самом деле, у меня есть один реквизит. Это волшебный платок. Меня уверили, что он исправляет ошибки на сцене. Филипп, вы когда-нибудь ошибались на сцене? Как я, во всяком случае. Ну, иногда текст забывал. Текст забывал. Ну, часы зрители не разбивали. Нет, нет. Повезло вам. Тогда вы не знаете, что я сейчас чувствую. Сердца только разбивали. А, ну, да. На сцене. Бьет сердца, как бокалы. Сердце я. По идее, по идее, Филипп. Олег, Татьяна. Да. Если часы в этом платке... То? То они должны восстановиться. У них ничего не осталось. Да. Нет, на самом деле, давайте... Вы привали сегодня? Я положу вот к вам сюда поближе. Просто вот пощупайте, часы там, вы чувствуете все, осколки, все там, да? Супер. Анна. Ну, там браслет есть. Да, да, все есть. Анна. Да. Вы знаете волшебные движения? О, она знает много волшебных движений. Ну, здесь техникультурно показано. Анна, стерилизм в этих волшебных движениях. Самое волшебное движение в моем случае в данный момент... Перекреститься. Перекреститься. Правильно. Но также у меня есть волшебная палочка у любого уважающего себя фокусника. Каждая уважающая себя армянина есть палочка. Волшебная палочка. Анна, Анна, она ваша. Это волшебная палочка. Скажите абра-кадабра. И что, ударить поймете? Да, можете. Давай. Опа. Подождите, хватит. Мне кажется, я разбила стул. Мне кажется, достаточно. Дайте блондинке молоток называется. Если все сработало, Олег, то по идее ваши часы должны были испариться. Я сам в шоке. Видите, какая Анна волшебная. Филипп. Идеально. Кладите на стол. Кладите на стол. Зачем? Давайте. Серьезно, кладите. Теперь уже можно. Все это время, в самом начале моего выступления, эта коробка лежала здесь. Да. Филипп. Вы хорошо следили за коробкой? Сто процентов. Да. За коробкой хорошо, а зала Борисовна не уследили. Молодой был, понимаешь. Здесь. Вот сейчас бы встретить бал Борисовну, вот уже опыт-то имеется. А тогда что в 25? Очень аккуратненько. Развязываю. Только не говори, что там эти часы. Все это время коробка, которая лежала у вас на столе, была закрыта, запечатана, и внутри нее находилась банка белой фасоли. Это чтобы мы не проголодались? Да, совершенно верно. Мы не проскали, что вас не покормили. Я думаю, как-то надо же. Ладно, Филипп, Олег, Татьяна, Анна. Банка запечатана. Все честно? Да. Олег, можно вас попросить? Откройте, пожалуйста, банку. Открывайте ее сами, своими руками. Внутри действительно белая фасоль. Ну да. Все, бросайте сюда. Но если вот приглядеться... Нет! Не может быть! Нет! Да ладно! Ну как это реально? Ну как вообще? Это что? Это я не могу называть. Это не мои. Наверное, не ваши? Доставайте аккуратно сами, проверяйте ваши часы или не ваши. Ну как это так? Это невозможно. А самое главное, время на них какое? Время. Четырнадцать пятнадцать. Нет! Нет! Это невозможно! Татьяна, Олег, я желаю вам, чтобы в вашей жизни, если вдруг что-то ломалось, то всегда могло восстановиться. И неважно, даже если с помощью белой фасоли. Спасибо. Браво, маэрство! Обалдеть! Потрясающе просто. Необъяснимо вообще. Ой, Рома! Ты так сейчас Филиппа удивил. Он первый раз консервы увидел. Что еще можем? Еще можем? Ой, сколько мы всего можем. Раздербанить, разбить. Можно ничего не бить. Можно просто нам показать еще какие-то номера, которые мы могли бы показать нашим дорогим гостям на свадьбе? Давайте попробуем. Вот прям сходу что-то сейчас. Для верничка, так скажем. Давайте я подойду к вам поближе, да, все-таки? Филипп, кулаки зажми, кольца держи. Филипп, можно ваши очки? Да. Филипп, спасибо большое. Дорогие? Очень. Очень. Вы знаете, как проверить, хорошие очки или не очень? Ну, да, по подушке. По подушке? Не совсем. Есть один классный способ, Филипп. У хороших очков всегда можно прям отломать ушко и приделать его обратно. Не переживайте, все окей. Все хорошо, не переживайте. Держите, Филипп. Но опять сломал. Рома, кто у тебя крыша, признавайся. Так себя смело ведешь прям. Филипп, все нормально, не переживайте. Это просто фантастика, вы какой-то просто мэджик. Где фотографии с часами? А, фотографии с часами. Да. Последняя фотография в моей галерее, где мы с вами все вместе, да, все себя узнают, все нормально? Да. Вы наверняка знаете, да, что на современных телефонах для того, чтобы закрыть вкладку, нужно свайпать вверх. Да. Многие это знают, да? Но мало кто знает, что если взять вкладку где-то вот здесь, то, Филипп, фотку, которую мы сделали буквально пару минут назад, мы можем открыть в жизни. Ух ты! Олег, Татьяна, это вам на память о сегодняшнем замечательном дне. Обалдеть! Спасибо. Спасибо большое. Армянский гений! Браво, Боже мой! Понимаете, сколько всего нового ты для Филиппа сегодня открыл? И консерва, и распечатанную фотографию. Да. Обаятельный, харизматичный, остроумный, профессиональный. Это ты про себя, а про хокусника? Я про нас. Я про нас. Понимаете, теперь моя промо будет стоить дороже. Конечно. После слов Филиппа. Таня, что вы скажете? Ну вот, мне всегда казалось, что если я увижу фокус вот в такой непосредственной близи, то я его обязательно разгадаю. И я пойму, откуда что берется. Но я очень внимательно наблюдала. Но это что-то невероятное. Это волшебство. Я по-другому назвать это не могу. Такой номер был бы просто очень здорово на нашей свадьбе. Олег, просто фантастика. Иллюзия обмана. В армии были такие фокусы? Иллюзия обмана. Там другие фокусы. В армии бывает такое? Нет, в армии бывает покруче. Олег, вообще очень опасно, конечно, на свадьбу. Очень опасно. Подумай. Почему? Половина без часов уйдут. Все уйдут в консервах, найдут часы. Все хорошо. Ну ладно, если отдает, надо тогда брать. Спасибо, Ром, спасибо. Аплодисменты. Мало, когда бывают звездные жюри, и они вот так прям отдаются, открываются. Было очень тепло и классно, и я прям доволен.